Признание так называемых ДНР и ЛНР России, обострение на линии соприкосновения и эвакуация жителей отдельных районов Донбасса в Россию. Это дайджест новостей Донбасса. Устраивайтесь поудобнее, быстро пробежимся с вами по главным событиям этих непростых дней. Будет интересно. Практически никто не верил, но это случилось. Государственная Дума обратилась к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий законопроект был поддержан большинством депутатов. Большинством голосов принимается постановление под номером 582-43-8 об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Наблюдая за парламентскими премиями, можно было ощутить себя зрителям пропагандистских программ типа «60 минут» или «Вечера с Соловьевым». На самом деле причина кризиса состоит в том, что вашингтонские кукловоды киевского руководства и бандеровских формирований настойчиво пытаются развязать войну на Донбассе. Они же также говорят на русском языке, мыслят также на русском языке. Это такие же люди, как и мы с вами. И в мае 2014 года на референдуме они приняли самоопределение. Мы должны работать и не только с русскоязычной, с украиноязычной частью, проживающей на Украине. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей. В итоге приняли постановление не правящей партии Единой России, а КПРФ, формально считающейся оппозиционной. Единороссы предлагали обратиться по вопросу признания сначала в МИД, а коммунисты сразу напрямую к Владимиру Путину. Зная, как устроена вертикаль власти в России, нетрудно догадаться, что тот, кому постановление попало на стол, в общем, сам его придумал или одобрил. Вот и еще один рычаг в переговорах с Западом и Украиной. К слову, последняя очень резко отозвалась об этом решении. Хочу еще раз нагадать незминную позицию Украины. В разе ухваления, решения про признание, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей, с всеми сопутними наследствами. Мы уже попередили про эту позицию наших партнеров. Главный тезис. Если Россия признает, то это будет означать выход из Минских соглашений. Не то, чтобы они так дороги украинской власти, судя по последним заявлениям. Но дело в том, что пока идет Минский процесс, мы можем надеяться на более-менее стабильную ситуацию, а конфликт имеет черты замороженного. Но как только с обеих сторон будут сняты обязательства, относительная стабильность может легко расшататься. Как-то совсем вяло отреагировали главы так называемых ДНР и ЛНР. Никаких фанфар и концертов. Никого даже не согнали на митинг с российскими флагами. Просто пару сдержанных слов и заверения, что готовы согласиться с любым решением Путина. И вслед за этим событием на линии соприкосновения началось обострение. Первая пострадала прифронтовая станица Луганска, а точнее ЖД-станция, несколько жилых домов поблизости и детский сад. На информационном фронте тоже резкая активизация. Так российская пропаганда и ряд украинских СМИ и блогеров начали утверждать, мол Украина устроила инсценировку обстрела детского сада. Пошли в ход и информационные провокации. Украинские СМИ обвинили армию ЛНР в обстреле детского сада во временно подконтрольной Украине новой кондрашовки. Однако здесь уже ряд нестыковок. Во-первых, все стекла в здании целы, а футбольные мячи на этом фото аккуратно сложены. При этом пробить такую стену из четырех вкладок кирпича непросто. На этих фото, которые были опубликованы, обращает на себя внимание, что почти все окна в здании, большинство в любом случае, с той стороны, куда попал снаряд, целы. Хотя при прямом попадании в столь небольшое здание на втором этаже окна должны были, ну как минимум, треснуть. Это вопрос, которым я задался сразу. Я даже не говорил про мячи сложенные там аккуратно, еще что-то. Я просто про плафон, который там целый. Я даже об этом не говорил. Меня заинтересовало, почему окна целые? И вот этот обстрел, который произошел, не может быть таким аккуратным. Потому что возле детского сада, там на протяжении этих восьми километров, огромное количество жилых помещений и вот так в аккурат в стену детского сада. Странно. Во-первых, разберем тезис про окна. Если глянуть на ряд других фото, то можно заметить, что окна все же пострадали. Во-вторых, в детских садах у линии фронта гуманитарные организации специально устанавливают крепкие стеклопакеты. И в-третьих, в домах поблизости, где стоят обычные, а не пластиковые окна, стекла вылетели. Теперь насчет того, почему место не смогла осмотреть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Когда приехали наблюдатели, там проводились следственные действия. Их просили немного подождать, чего они делать не стали, а просто поехали дальше по запланированному маршруту. По всей видимости, снаряд 122 мм от гаубицы Д-30. Хотя, как по мне, на танковый тоже похоже. Как будто болванка без взрывателя стену продырявила. Там еще есть воронка во дворе, кроме дыры в стене. Направление выстрела со стороны Николаевки. Это территория ЛНР. Энрике Минендес, руководитель Донбасского института региональной политики. Прилеты есть и на неподконтрольной Украине территории. В первые дни обострения ранения получили два мирных жителя по обе стороны линии соприкосновения. Также в информационных ресурсах ЛНР опубликовали информацию о гибели двоих мирных в селе Пионерское под Луганском. Информации из независимых источников об инциденте на момент записи этого дайджеста нет. Также плохие новости и в военных сводках. Ранения и гибель украинских военных. На фоне этого обострения Украина пыталась вызвать заседание трехсторонних атак на группу. Но российская сторона отказалась. Мол, Киеву нечего предложить самопровозглашенным республикам. Вместо этого в Ордло самопровозглашенные власти начали сеять панику, распространять информацию о якобы украинском наступлении и без ведомых причин устроили эвакуацию мирного населения в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Многие дончане выезжать не хотят, но паническим настроением все же поддались. Так можно судить по очередям к банкоматам для снятия наличных. В то же время в продуктовых магазинах пока что ажиотажа не наблюдается. Вот что сами дончане говорят о ситуации. Я вчера, ну, по всей этой панике, когда пушили, сделал заявление, я пошел в магазин скупляться. Как бы очередь, я вам скажу, сравниться с 2014 годом. Как бы все люди скупают, полно, столько с ним. Очень много людей, все кассы открыты, что для меня очень редко, я вам скажу. Насчет банкоматов. Я походил по всему Калининскому району, как бы, банкоматов не взял. Я сейчас поеду в центр, попробую где-то найти банкомат, чтобы снимать деньги. Ну и так все понимают, для чего правительство ДНР это все делает. Якобы обвинить Украину в наступлении. Но я как-то даже шутил, что Украина даже не в курсе о том, что она хочет нас атаковать. Это максимальный бред. И просто ДНР убивается на себя. Это все, что я могу сказать. В общем, сирены и громкоговорители зазывают людей садиться в автобусы. В первую очередь старикам, женщинам и детям. И ехать в Ростовскую область. Владимир Путин распорядился выделить каждому прибывающему 10 тысяч рублей. А в СМИ рисуют нужную картинку. Все это заставляет Народные Республики обратиться за помощью к России. В первую очередь эвакуируют детей из интернатов, женщин, пенсионеров. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь, которая будет разрушена в результате агрессии со стороны Украины. Их вывозят в Ростовскую область. В Ростовской области продолжают принимать беженцев. Огромное количество уже выехал. Действительно... Очень рассчитываю, что это ненадолго. Очень рассчитываю, что скоро, возможно, будет обеспечить безопасность. И тогда вы сможете вернуться. Пока опасно. Однако, реально совсем другая. Едут не так много людей. Например, ЛНР по состоянию на утро 20 февраля сообщает, что вывезла почти 29 тысяч человек. ДНР 19 февраля говорила о 6,5 тысячах уехавших. В МЧС России заявляют о более 40 тысячах прибывших. Кроме того, женщины, старики и дети находятся в автобусах часами без еды, воды и нормального туалета. Дело в том, что принимающие стороны, санатории и лагеря не проводят заселение или говорят, что нет мест. А тем, кому не досталось мест, ждут. Только непонятно чего. Чтобы не быть голословным, вот кадры. Так, а что там закрыто? Жесть вообще. И что нам делать? Как можно было манипулировать женщинами и бить лучше? Да вы что? Издеваются над нами, как хотят. Семи часов из дома. Семи часов. Все он больный, есть дети. На костылях. Бабушке 90 лет. А что говорят-то? Ничего не говорят. Подошла, полиция стояла. Говорю, когда нас будут расселять, куда? Мы не знаем. Точно так, как и вы. Ждите. Вот такое вот все обещание. Да тихо, не кричите, я прошу. Посылают, а ничего не делают. А что случилось, вы расскажите? Вы стояли в очередь на заселение. Теперь сказали, мест нету. Вообще молчат. Ходят, нас писат отдельно, записывают и там оформляют. Потому что там деньги платят. Правильно. Как халатное отношение. Все. А почему так красиво, блин, рассказываешь? У нас все красивые. Это не ко мне, девушка. Ну а вот, детвору, куда на ночь девать? Опять же не ко мне. Я вам объясняю. Они сутки не спали. И я сутки не спал. В то же время, мужчин от 18 до 55 лет настойчиво просят остаться. А точнее, не выпускают. Мол, а кто родину защищать будет? Главы так называемых ДНР и ЛНР, Пушилин и Пасечник, объявили общую мобилизацию. Только если в Луганске это все подряд, то в Донецке только те, кто в запасе. Правда, по нашим данным, ситуация сплошь одинаковая. Бюджетников заводов и шахт сгоняют военкоматы. О всеобщей мобилизации было объявлено около 9 часов утра. Сейчас начало 6 вечера. И парни продолжают пребывать. Также людям стали приходить смс-ки из так называемых комиссариатов. Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины встать на защиту своего дома и отечества. Граждане республики, в соответствии с решением главы ДНР проводятся мероприятия по мобилизации категории граждан, находящихся в запасе. Просим вас прибыть в места сбора, указанные в повестке. А пропагандистские ресурсы начали лепить сюжеты о первых добровольцах. Снимайся! Не зашли! На меню! Вы по повестке сегодня пришли? Да, повестку вручили, ну, наверное, минут 40 назад. Это как же дела плохи, что такое количество стариков в ряду, которым явно больше 55 лет. В то же время это и хорошо, что спустя 8 лет информационного вакуума, желающих защищать русский мир на Донбассе, так мало. И это они еще согнали людей в один военкомат на три района. Раньше на каждый район был свой. Все ради показухи. Этот ППСГ, пункт предварительного приема граждан, обслуживает три центральных района Донецка. Калининский, Ворошиловский и Киевский. А давайте послушаем мнение самих дончан насчет мобилизации. Вот призывной возраст и дела, и сейчас я уже не первое голосовое слышу. У меня очень много друзей учатся в центре, и у них есть, соответственно, тоже много друзей. Слышал очень много, что просто молодых пацанов пачками пакуют в машину и увозят. Просто в какие-то ментовские машины усаживают. И увозят куда, зачем, для чего, почему, ничего не ясно. Буквально только-только недавно слышал, как пацаны шли гуляли по району и увидели, как буквально в 15 метров от них, как проехала машина полицейская, упаковала двух пацанов и все. Тем не менее, у Кремля хоть и сомнительным успехом, но получается разыгрывать эту постановку об украинской агрессии. Вот, кстати, публикация якобы раздобытого плана наступления. Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Можно утверждать, что украинская агрессия против народных республик начнется в ближайшее время. Цель украинской наступательной операции – зачистка территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик. О формулировках в этой публикации всерьез даже говорить не хочется. Повод оттеснить русскоязычное население в Россию не выдерживает критики абсолютно. В Украине до сих пор полно русскоязычных людей. На подконтрольной Украине части Донбасса их большинство. Я сейчас тоже говорю на русском. Но если вам мало этой причины для защиты русскоязычного населения России, то вот вам украинский снаряд в Ростовской области. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попадания украинского снаряда на территорию России. По данным источника ТАСС, рано утром 19 февраля боеприпас упал и разорвался в станице Митикинской Ростовской области, в 300 метрах от одного из домов. Снаряд попал в летнюю кухню на хуторе Патроновка в Митякинском сельском поселении в Ростовской области, близ границы с Украиной. Пострадавших нет, но крышу снесло. Вблизи украинских границ стоит 150-тысячная российская армия. И тут Украина якобы решила стрельнуть по территории России. В чем логика? Сам президент Украины Владимир Зеленский указывает на это. Так что провокации действительно очень опасны, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне. Эскалация сейчас не нужна. И об этом не единожды заявляли украинские топ-чиновники и военные командиры. Заяви ватажки в оккупационных адміністрациях про нібито наступ Збройных сил Украины та силові сценарії звільнення тимпісово-окупованих територій не відповідають дійсностям. Надо мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю, військово-політичное керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на Сході України. Единий прийнятий для нас варіант деокупації наших людей і територій – політика дипломатична. Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні в Крим. А ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики, вирішення цього Збройного міжнародного конфлікту з РФ. Я хочу заспокоїти і Москві, і всіх. Ми наступати сьогодні ніхто не планує, нікого завоювати, тому що це життя людей, в першу чергу життя українців. Ми не будемо їх наражати на такі ризики. Все розвивається дуже стремительно. Пока що ми розповіли почти всю доступну, подтверджену і последню інформацію. Оперативно о нових событиях ми інформируємо в нашому телеграм-каналі. Ссылка в описі, підписуйтесь. Також у нас є інстаграм, твіттер, фейсбук і, звісно, сайт. С вами был главний редактор здания «Новости Донбасса» Богдан Каркачев. До встречи, друзья. Мира всем нам!